Все о нем слышали, но далеко не все понимают, что это означает. Речь о цифровом телевещании. Между тем, по оценкам специалистов, в России переходит на цифру семимильными шагами. Разобраться, что же такое цифровое телевидение, как на него перейти и зачем, собственно, это надо, чебоксарцам помогут в специальном консультационном центре. Помехи, рябь, искажение цветов на экране. Все, чем грешит аналоговое телевидение, призвано исправить телевидение цифровое. Это современная технология, которая обеспечит стабильный, качественный сигнал. Причем неважно, где вы этот самый сигнал получаете, в мегаполисе или глухой тайге. Отныне в Чебоксарах есть место, где подробно расскажут и покажут, что нужно сделать, чтобы такими благами цивилизации воспользоваться. Специальный центр консультационной поддержки открыли на базе Дома радио. Открывая этот центр, мы помогаем населению нашей республики разобраться в том, какие изменения у нас происходят, вещания, помочь разобраться в технических моментах. В нашу жизнь вошла сотовая связь, в нашу жизнь вошел интернет, компьютеры. Так что здесь, ну, нисколько это не сложнее, и здесь пугаться не надо. В Чувашии смотреть телевизор в новом качестве уже могут 40% жителей. В тестовом режиме цифровое вещание. С конца прошлого года работает в Чебоксарах, Канаше и Селе Янтиково. И все же переход на цифру обещают сделать постепенным. Специалисты говорят, отключат аналоговое телевидение только через несколько лет, когда большинство россиян будут уже смотреть цифровое. Для начала без абонентской платы будут доступны 10 федеральных каналов. Это так называемый первый мультиплекс. Еще через некоторое время количество каналов удвоится, заработает второй мультиплекс. Но такие каналы, как национальное телевидение, то есть региональные, предположительно включат в третий пакет. Ольга Пырочкина, Игорь Поручиков, Александр Петров, Республика.